Что главное? Священник, у меня сколько раз священники даже приходили, составьте нам вопросник, как я должен расшевелить-то. Что я должна отвечать? Вот она приходит, начинает свидетельствовать, какая плохая свекровка, вот как не ладится, все командует и на кухне, и везде. Она верующая, верующая, ну вот батюшка говорит, можете сказать, она придет, я ее без исповеди прищущу, а вас отстраняю. То есть она исповедовалась за нее. Вы старайтесь все записывать, не дремать, иначе у вас все уйдет мимо. У них вот этот огонь, если когда у вас съездят, он будет трогать вас. Вот у нас, когда говорю пропоть, одна сестра, где добровольное пожертвование, там маленький такой ящик, и она на нем все время записывает. Одна на что-то записывает, там устройство такое. А потом спроси, а в чем было? А ведь пропоть, если сказать по злобе дня, это надо много листать. Я даже письма, когда отвечал, около десяти книг иногда открытые передо мной лежали, оттуда ссылки со слайцы. А власти взяли, все и раз сожгли. У меня переписка, где я в нескольких экземплярах, сам я переплетчик, профессиональный, поэтому и листики вместе переплету, как будто государственная книга. В каждой книге 650 страниц, 100 книг в обе. У меня 1200 писем за год уходило, 1200 конвертов надо было. Вот как Господь делает. И копии получаю, потом и это. Сожгли. После освобождения у меня еще 77 томов было. А теперь уже в музеи государственные приходят, по листику собирают. И книги эти переплетенные. И они оглавление имеют, какое письмо, раз. Вот у меня библиотека большая была, и люди когда приходят свои, книги не берут, а сразу везут в письмо прочитать. Оно конкретно на сегодняшний день, бывает и он участник даже. Как-то у меня вышел 13 том открытым органом, а там один ходил с братом молодым. И он говорит, да вопросы ему я сам их придумываю, а потом сам отвечаю. А потом заглянул в книгу, а вот мой вопрос. Ни раньше, ни позже. Именно его вопрос ему показался. Зачем я тебе его показал-то? Как я его знаю? Да, это так я и писал. Вот видишь как, опровержение твоим словам. И это у нас сохранилось 4124 ответов. Мы еще туда добавили сейчас форму, и у нас там 4300 стало слишком. С формой. Вот почему? Любовь. Больше ничего нет. Николая здесь нету сегодня был, Арстахов. Вот он был там. Молиться еще не наше, он меня проводами опутал. Что-то другое. Но я уж не стану ничего говорить ему. Дело в том, что он это все правильно делает. Но я кланюсь, крещусь и видимо по микрофону-то долблю руками. Что там будет? Хорошо будет. Хорошо будет. Это хорошо все делает, но в данном моменте я не просто даю какое-то индиюрью. Я молюсь, крещусь и кланяюсь еще. А можно все отобразиться, шорохи разные. Вот когда мы беседуем, то да. Так вот сегодня братья с сестрами распорядятся, кто может, на работу. Так, кто просто так и кормит. Вот, пойдете на огород. Огородные вам тут дела. А мы разобьемся на три группы. Кто строитель есть профессиональный? Вот надо вот этого дома, где есть, арматуру подзабить под это. Это самый ажный дом. А сверху обложим кирпичом. А кирпич, когда клали, он выступил дальше. И сейчас начинается его осадка. И надо набить под самооснование, сварить. И чтобы кирпич имел основание под собой. А который уже она выступает, под него надо залить бетонное. На палу поставить и все. То есть цемента нету, то другое. Вот это забота о Володине. Вы посмотрите. Вторая группа, это здраво заготавливать. Где березы упали. Давно уже такие. Вот кто работать должен пилот. Не просто чтобы дружал, а для вещей себя и людей. Туда человека два отправить. А остальные мы уходим, где купались. Сходили вчера еще купаться? Да, да. Лавали. Надо на середке примере и глубину. Сколько на еще? Нынче побольше стало. Вот так. Ну как, слышно было, вы молились? Да. Сейчас я несколько предложений дочитаю и закончу. Из уст же его исходит острый меч, чтобы поражать народы. Чтобы им поражать народы. Из уст Иисуса. Бедное православие. Какое горе еще ждет тебя за противление проповеди Иисусовой, за то, что пастры держат в египетской тьме свою паству? Ситуация может изменить только проповедь, притом живая, с глубокой верой в проповедующую. Я вчера видел, она стояла тут все-то фотографировала, вечером можно. Я видел это. Сегодня гляжу, идешь откуда-то одна. Тут можно, но ходить одному нигде не ходить, только вдвоем. Меня за укропом послали. Утром я гляжу, откуда-то ты идешь, но откуда я не знаю. Я только глянул, бежу и идешь. За укропом. Ну, с кем-то иди. Еще одна мне одну послали. Скажи, что нельзя. Сегодня вы откуда шли? А? С укропом, за укропом пошли. Вот оттуда шли. Откуда, я не знаю, далеко шли или близко только отошли. Там дом, где крест. Где... Мне мать. За укропом послали, послал. За укропом, где Володя сказал собирать укроп. Ну, так одна пошла? Да. Одну не ходить. Хоть и сколько говори, но одна. Да. Главное, это она, принцип-то, одному не ходить. Нет, а я вот туда ходил. И я не спрашиваю, куда, почему одна? Хорошо. Ну, все. Хорошо. Значит, укропа этого лишаешься. По-хорошему я его должен выбросить. Он мне очень нужен, но ты нарушила ее, поэтому мне уже на пользу не так не пойдет. У вас как-то понятие нет. Уже в любую словесную. Смотри, какая стена у нас. Любую бери. Расшевели. Брать только сестер. Хорошо. Хорошо? Да. А что, что так могла забыть-то? Никак. Укаж есть укаж. Его надо выполнять. Слава, а вчера, по интернету, что там надо делать? Вчера говори. Рот закрывай, когда подеваешься. 60-х и убрать не хватит. Что там, как увеличим? Ну, да, зайти, вот. Иди сюда. Где? Где? Иди сюда, юноша. Что ты там делал? Посмотри. Разрешите нам вот так. Максим, тебя зовут? Иди сюда. Зайди. Все спокойно работаешь. Все время пальцами шевелишь. И на уроке так же это есть. Разум твой в это время не работает. Пальцы не должны шевелить. Единственное, что можешь так соединиться. Даже сейчас я говорю, он играет пояс. Пояс уберешь, ничего нет. Он начинает пуговки перебирать. Значит, ты хорошо меня слышишь? Я слышу. Это очень важно. Когда ты вот это делаешь, я говорить ничего не буду. Потому что я пустое это делаю. Ты... Тебе надо куда-то бежать там или что-то делать. Ты работящим можешь, короче. Это хорошо. И все время тебе ноги мешают. Соленее переставляешь. А это уже признак нехороший. Тут у нас есть один человек. Во время моления стояли в храме. И он стоит вот так вот. Вот так вот на святке. А потом... Ничего особенного нету. Посмотри, я переваю. Ничего нету. Когда вышел, я говорю, ты зачем это делал? Не знаю. Ну ты же в храме стоишь-то. А что это? Это есть признак, что у тебя блудная лихорадка. А как бы узнали? А я всю службу о блуде думал. Он у нас здесь этот человек. Ну зачем ты это делаешь? Блудная лихорадка. Она так блудной лихорадкой по интернету быстро разлетелась. И не просто так. Это надо смотреть. Вот я в чем нахожу. Видите, все разорвано, это подалили где-то. А какая разница? Будь-либо золотые штибреты. У меня новые не стоят там. Я попросил делать подкову. Подкову вот такой толщины вокруг подковы, а на нем нарущены гайки приваренные. Я когда в Москве был, а в метро когда идешь, а там эмонитовые эти метро-ступени, я чик-чик-чик-чик-чик. А когда в вечер обрек, у меня искры летят из-под ног. И вот так вот я отпущу ее на ногу, он может повредить палец. Сапоги тяжелее мне. Но сделали. Тогда я этими сапогами могу много пользоваться. Потому что где-то не поднимишь. Я к тому говорю, что обувь и все должны нам служить. И мы. Сможешь стоять вот так вот? Не, не, не. Вот пояс обязательно вот так. Ну так, зачем это? Вот с левой стороны, правая рука движется, она мне оттуда не мешает. В лагере были бы, я бы тебя за один день научил. Шевелил вот так, шевелил, без завтрака. Все, к обеду, в руки пошла. Ну-ка, стань рядом со мной. С левой стороны. Где у меня левая сторона? Я у меня левая. Где? Как говорит это? Господь сказал, что-то в Ееве там людей сколько было, говорит, левая от правой, от просковой не отмечить. Не шевелись. Когда болимся, руки не должны бисеть в плечи. Это осуждается Богом. Они должны быть так. И вы ни одной иконы не найдете, не считая Елисавета, нарисовали ее, с чего не взяли это? Или совет от родной сестра столицы Александры. Вот. Вот так руки ложи. На иконах, и где увидишь, что-то держат, поднято. Чтобы руки опущены, нет ни одной иконы. Я беру полтысячи икон, и везде одинаково. Руки сложи. На мою-то все. И так, что вот я. Так. И бодро будет в столе. Ноги везде. Я немножко ноги програю, потому что я падаю, когда уголовокружение начинает. Но все равно по мреньку подвигаю, подвигаю, соединю. Не шевелиться. Вот так. Значит, поработать в этом направлении, а одному никуда не отходить, и все остальное. Если что-то где-то, режущие и кончие ему и не давать. А бывает такое, что он вчера лопатой приспособился, замечательно. Вот так. А порезать это... Сунулся вчера, а там наброшено, он упадет. А вот он, как это Дмитрий, кто он, Ивану Грозному-то был, зарезал его. Он упал на нож. А зачем же вы отдали ребенку? Убрал ножик. И как. Но вот чеченцы, допустим, он с малых лет не ущет его, ножом пользуется как-то. Он его работает. А нам-то это не надо. Это по небрежности. Так, так что у меня тут? В 7 часов. Мне надо голубя просто славиться. Так я здесь всем еще нету. Это мой аппарат. Подготавливали. Чтобы все приходили вместе, купались и присаживались. Угу. Познали, что...